МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Перед вами выступит преподаватель Казанской государственной архитектурно-строительного университета Елены Викторовны Буреева. Она пообщается с вами на тему об истории, запечатленной в камне, об архитектуре Казани XIX века. Итак, я приглашаю на сцену преподавателя Казанского государственного архитектурно-строительного университета Елену Викторовну Бурееву. Здравствуйте, студенты! Мы с вами сегодня поговорим о нашем замечательном городе, в котором чудесным образом сочетается прошлое и настоящее, Восток и Запад. Но прежде чем мы начнем с вами нашу лекцию, давайте посмотрим маленькое видео и окунемся в историю нашего города. Музыка. 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 Музык. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашу сегодняшнюю тему мы не случайно назвали «Время, отраженное в камне». Вы, когда уходите на занятия в школу, вы, наверное, знаете, что историю можно изучать по учебникам, как вы делаете, можно по письменным источникам, а можно историю изучать через искусство, можно изучать через архитектуру, через живопись. И вот как раз об архитектуре мы и поговорим с вами сегодня. О древней красавице архитектуры своих творений и мастерством рассказываешь, как литература, загадочную повесть о былом. То есть в зданиях отражается эпоха, эпоха, которая бывает очень разная, и люди в каждой эпохе совершенно разные. И о том, как они думают, чем они живут, что им интересно, как они смотрят на мир, все это может быть отражено в архитектурных памятниках. Архитектура – это искусство создавать, рисовать и строить здания. Архитектура – это не изобразительное искусство. Вот картина – это изобразительное искусство, а архитектура не изобразительная. Но и в картинах, и в зданиях отражается время. Но художник, в отличие от архитектора, это человек, который иногда передает еще и свое отношение. Вот плохое сегодня настроение у художника. Что-то у него в личной жизни не сдалось, что-то ему не понравилось, и он добавил в картину негатива. А сегодня у него хорошее настроение, у него все в жизни хорошо, ему радостно, и он добавил позитива. А мы смотрим на картину и иногда не понимаем, где здесь реальность, а где какой-то вымысел художника. В отличие от художника, архитектор более правдивый. Он отражает время таким, какое оно есть на самом деле. И заглядывая в фасады зданий, мы понимаем, что в это время думали и переживали люди. Поэтому для того, чтобы вам было более понятно, я предлагаю заглянуть в один памятник архитектуры. И вы, я думаю, сразу безошибочно мне скажете, в какой стране он находится. Вы посмотрите на элементы, и вам сразу станет все понятно. Какие молодцы! Конечно, это Древняя Греция. Может быть, кто-то даже знает, что это? Это Парфенон, который находится в Афинах, это эпоха античности. Друзья мои, если вы возьмете учебник пятого класса, там будет написано «История Древнего мира». Для историков этот период называется Древний мир. Для архитекторов он называется эпоха античности. Парфенон – это храм в честь Девы-богини Афины, потому что Парфенос греческого означает «Дева». И посмотрите на это здание. Это здание воздушное, легкое, изящное, просторное, колонны, которые как будто парят в воздухе. А почему так? А потому что греки жили в соединении с природой. Они – часть природы. Они были открыты этому миру. И это видно в архитектуре Древней Греции. Колонна – это как девушка. То есть у нее очень красивая прическа, это верхняя часть колонны. Это ниспадающее платье. Это длинная красивая фигура. То есть что они ценили в людях, что они ценили в жизни, мы это видим у них в архитектуре. Красивые девушки, которые держат свод этого здания. Какие вы молодцы. А это, может быть, знаете что? Ну не совсем. Это не Лондон, это Париж. Это Париж. Нотр-Дам-де-Пари, какие молодцы. Это Нотр-Дам-де-Пари. Это уже эпоха Средневековья. Это следующий этап. И посмотрите, какое оно другое. Это здание высокое, устремленное в небо. На этом здании очень много фигур, страшных фигур. Это большие горгульи, это чудовища, которые сидят на фасаде. Они пугают людей. А почему? А потому что эпоха Средневековья. Эпоха? Микрофон, пожалуйста. Вот эта эпоха Средневековья была в темных веках. Там все как бы темное. Варвары разгромили западную римскую империю. То есть все знания римлян, они были попросту стерты с мира. Все правильно, совершенно верно. Спасибо вам большое. И у нас эта эпоха с вами ассоциируется с таким, правильно, темным временем. Это костринка визиции, это ведьмы, это крестовые походы, это чума, постоянная смерть. То есть человек не открыт миру, он боится этого мира. И он прячется за стенами этого высокого здания, устремленного в небо. И в архитектуре мы это видим. Это серое, высокое, это мрачное здание. И это здание, и эта архитектура вошла в историю под названием Готика. Теперь встает закономерный вопрос. Я рассказываю о Казани. Причем здесь Древняя Греция, причем здесь Средневековая Франция. Все очень просто. Потому что Казань очень древний город. Ему уже тысяча с лишним лет. Все правильно, с 2005 года. И как раз очень много построек, очень старых. И они все. И у нас были очень талантливые архитекторы. Спасибо. Другие есть варианты ответов, пожалуйста, побыстрее. Архитектор же это все-таки тоже человек. И у архитекторов не говорится, потому что в каждом городе есть своя постройка. И сперва мы заглядываем вот в эти вот постройки и учимся узнавать, что такое, чтобы мы видели и понимали, что такое вот эти постройки, что обозначают. Я хотел даже привести маленькое сравнение как раз таки с эпохой Древней Греции. В здании КФУ там тоже присутствуют такие же белые колонны. О чем я хотел как раз таки сказать. Все, спасибо. И как раз таки дальше идет и эпоха классицизм. Я музыкант, я хорошо с этой эпохой знаком. Эпоха классицизм – это эпоха, в которой создавались точные рамки. Создавались определенные, скажем так, правила во всех определенных работах, созданиях. И у сего был строгий мотив. То есть классицизм, он проявляет себя и в архитектуре, и в живописи, и в музыке, и в литературе, и в поэте, везде. Да, классицизм от слова классика, основа. Которая идет, конечно, от античности. Большое спасибо. Вы большие молодцы. И действительно, большое вам спасибо за ваши комментарии. Не случайно мы видим, на слайде появилось здание, главное здание КФУ. Потому что непосредственно эпоха античности, эпоха средневековья связана с Казанью. Начало 20 века – это большой интерес к эпохе античности, что отражается в стиле классицизм. А конец 19 века – это большой интерес к эпохе готики, которая отражается в зданиях конца 19 века. Возникает вопрос, а почему вдруг в 19 веке люди так заинтересовались античностью? Друзья мои, это не случайно. 18 век – это век богатых царских дворов, императорских дворов в Европе, в мире и бедности основной массы населения. И деятели эпохи просвещения вдруг задумались. Это не очень справедливо устроенный мир. Мир, в котором очень богатые люди и очень бедные люди. Мир должен быть устроен по-другому. Мир, в котором должны быть выборные должности. Где народ должен участвовать в управлении. А это уже где-то было. Это было в городах-полисах Древней Греции. Плюс еще одно знаковое событие. В середине 18 века впервые археологи открыли древние помпеи. И они увидели неповторимые сооружения. Им стало интересно, что же было в Древней Греции. И вот этот огромный интерес в Древней Греции, он дал начало такому стилю, как классицизм. Что в переводе с латыни означает образцовый, образец для подражания. Не только в живописи, в архитектуре, музыке, но и вообще в жизни людей. В устройстве их общественной жизни. И молодой человек очень здорово сказал на основные элементы классицизма. Но я бы хотела, чтобы вы их все-таки увидели и обратили на них внимание. Посмотрите, один из самых главных и ярких элементов классицизма – это портик, друзья мои. То есть это колоннада, которая покрыта крышей. Если мы видим такой элемент в архитектурных зданиях, мы сразу понимаем, что это элемент классический. И еще один непременный элемент здания – это фронтон. Он может быть вертикальный, он может быть прямоугольный, он может быть треугольный. В данном случае мы видим прямоугольный фронтон. Эти два элемента сразу говорят нам о том, что это эпоха классицизма. Еще один неотъемлемый атрибут этой эпохи – это цвет. Но Европа – она белый классицизм. У нас белый классицизм встречается очень редко. И мы с вами прекрасно понимаем, почему. Белоснежное здание прекрасно смотрится под южным солнцем. Оно прекрасно смотрится на Средиземноморском побережье. У нас с вами 8 месяцев зима. Мы сегодня шли по улице и видели, лежит снег. Представляете, огромное белоснежное здание, засыпанное снегом 8 месяцев в году. Поэтому наш классицизм, он будет цветной. Цветной. Теперь мы с вами переходим еще к одному интересному зданию. Это здание недалеко от нашего оперного театра. Это Площадь Свободы. Вы знаете, это здание, это фотография конца 19 века. Это здание дворянского собрания. Элементы какой эпохи мы здесь видим? Видим. На первом этаже прям хорошо видим. Элементы классицизма видим? Колонны видим? Замечательно. Но, друзья мои, это уже 40-е годы, это середина 19 века. Здесь очень большой интерес к восточной культуре. Ведь Казань все-таки не запад, Казань это восток. И в университете есть институт востоковедения, который изучает персидские языки, арабские языки. И большой интерес к Казани, большой интерес к востоку в связи с этим возникает в Казани. Люди начинают изучать свою историю. И таким образом мы видим еще один интересный элемент, который появляется в середине 19 века. Обратите на него внимание. Окошки на втором этаже. Это не классические окошки. Это восточные окошки, сдвоенные, стройные, полукруглые, арочные окошки, которые нам говорят, да, это здание 19 века, но середины, потому что есть очень интересный восточный элемент. Вот еще хотелось бы обратить ваше внимание на один уникальный памятник архитектуры в нашем городе. Он находится в Старо-Татарской Слободе. Это вторая половина 19 века. Вы, наверное, знаете, слышали, может быть, смотрели фильмы о русско-турецких войнах 19 века. И интерес к Турции дал интерес к еще одному интересному стилю, мавританскому стилю. И в Турции он тоже белый. А у нас в Казани, посмотрите, он изумрудный. Это уникальная Азимовская мечеть. И в чем ее уникальность? В чем же здесь мавританский стиль? Посмотрите, пожалуйста. Это окна. Это необычные круглые формы окна. Это мозаика, это разноцветные стекла. Это витражи. Это растительный орнамент, разноцветный орнамент. Она очень выделяется из всей архитектуры Старо-Татарской Слободы. Мы видим, вот он большой интерес к Востоку. Он все больше и больше становится с каждым днем и с каждым годом в Казани. В середине 19 века меняются люди, меняется жизнь. В России появляется такая социальная группа, как буржуазия. Это очень богатые люди, владельцы фабрик, владельцы заводов, которые имеют огромное количество денег. И им хочется, чтобы их запомнили. Им хочется, чтобы о них знали. И они строят здания. Но классические здания, они же очень простые. Там нет декора, там нет убранства. А им охота, чтобы их запомнили, навсегда запомнили. И поэтому эти люди строят здания и дают архитектору один четкий указ. Чтобы было удобно, но богато. Елена Викторовна, давайте спросим у наших студентов, где это здание находится, на какой улице, кто знает. Мне кажется, где-то на Баумана. Нет, нет. Очень близко. Близко, но не там. Не знаю, на какой улице, но это в Кремле. Вот сзади вас есть вариант ответа. Это, скорее всего, в районе Большой Красной улицы, где-то между улицами Баумана. Так, еще у нас есть вариант ответа. А, по-моему, это где-то на площади Свободы. Там тоже есть же... Друзья мои, это совсем рядом. Я думаю, что это Кремлевская. Это улица Кремлевская, это Александровский пассаж. Если мы сейчас с вами выйдем из здания, в котором мы находимся, и пойдем в сторону Кремля, то с правой стороны мы как раз увидим Александровский пассаж. Почему он получил такое название? Это самый конец XIX века. Потому что заказчиком был купец Александров. И когда к нему пришли архитекторы и спросили, что он хочет увидеть, вот он им сказал два слова. Удобно и богато. И, соответственно, в этом стиле они и стали творить. А чтобы было богато, надо было... Чтобы было много разных элементов. И в одном здании большое количество элементов разных эпох получило название эклектика. В переводе с греческого это означает выбираю. То есть я выбираю те элементы, которые я хочу из того или иного стиля. И, как правило, улица Кремлевская, это улица административных зданий или доходных домов. Что такое доходный дом? Это гостиница. То есть это дом, который приносит буржуазии доход. На первом этаже магазины, парикмахерские. На втором этаже квартиры. И, соответственно, гости, приезжающие в Казань, останавливаются в этом доме. И огромный доход идет этому буржуа. Но здесь была особенность в этом доме. Внутри него находилось газовое отопление и электрическое освещение. Дом был для конца XIX века уникальной постройкой. А теперь давайте посмотрим, какие стили мы можем увидеть на фасаде этого дома. И мы можем точно сказать, да, действительно, это эклектика. Посмотрите на фасад на первый этаж, и мы увидим элемент одного стиля, который нам же очень хорошо известен. Это классицизм, совершенно верно. Вы видите колонну с элементами классицизма. Но конец XIX века – это время, когда люди стали увлекаться тайными обществами. И поэтому архитектор Генрих Руш, который был членом одного из тайных обществ, взял и на колонны добавил элемент, которого нет в классицизме и не было никогда в классицизме. Это его просто личное видение эпохи. Мы видим змеи на колонне. Они к этому времени не имеют отношения, но зато говорят о том, что это конец XIX века. И ему все тайное становится интересным. Еще какой элемент мы с вами видим? Элемент барокко. Это архитектура XVIII века. Это лепнина, это растительный орнамент, это цветочный богатый орнамент, это вензеля богатые. Очень много барокко у нас в Санкт-Петербурге. Это как раз во время Елизаветы Петровны, когда был архитектор, который сделал Елизавете Петровне подарок. Как бы барокко. То есть стиль барокко, совершенно верно, это XVIII век, и у нас в Казани есть эпоха барокко. Но чистая барокко у нас небольшим количеством зданий представлено. А вот элементы, яркие, самые красивые элементы барочного стиля, включенные в здание, это и есть как раз стиль, который называется эклектика. Еще хотят добавить, что очень барокко, когда были времена барокко, всегда очень любили такое золото немножко. Любили, когда в здании самом были какие-то золотые панорамы, все остальное, потому что это время было, когда, как мы их называем, цари-короли были. Из-за этого очень было популярно, когда там, например, на потолке золотые огроменные люстры, и там очень славились какие-нибудь кузнецы, которые работали с золотом. То есть эпоха барокко. Почему, может быть, люди перешли к классицизму? Потому что эпоха барокко – это очень дорогие здания. Это настоящее сусальное золото, это огромные липные украшения. А эпоха XIX века – это эпоха начала войн. И поэтому, может быть, экономия тоже сыграла свою роль. И люди отказываются от роскоши в строительстве. Строят красиво, быстро и дешево. А в конце XIX века опять возвращается красиво и богато. Вот посмотрите, еще один элемент Александровского пассажа, который тоже нам говорит, что это все-таки классицизм. Есть элементы классицизма – это второй этаж, это колонны. Но колонны необычные. Посмотрите, они в виде девушек. Это тоже характерная особенность классицизма. Колонны в виде девушек называются кариатиды. Иногда мы видим колонны в виде юношей. Они называются атланты. Они могут быть частью стены, а могут быть в виде поддержки для балкона, в виде поддержки для портика. Но это тоже неотъемлемый, обязательный атрибут эпохи классицизма. А теперь у меня к вам такой вопрос. Это первая мужская гимназия, которая находится на улице Большой Красной. Она находится совсем рядом с Кремлем. Это здание было построено первоначально в деревянном виде в конце XVIII века. Но оно сгорело. И на его месте было построено другое здание. Как вы думаете, какой это стиль и когда оно было построено в Казани? В данном случае есть классицизм. Так как видно колонны прямо в центре. И фронтон, как вы уже заметили, односкатный. А рядом есть еще один по бокам. Точнее не один, а два фронтона. И они уже треугольные, двухскатные. Там еще барокко есть. Вы большой молодец. Большое вам спасибо. Это действительно классицизм. Причем для эпохи классицизма украшательство тоже присутствует. Поэтому все-таки хотелось бы отметить, что это чистый классицизм. Это восьмой-одиннадцатый годы. Причем знаете классические здания, как легко распознать? Классическое здание можно разобрать на кубики. Это будут совершенно равные пропорциональные кубики. То есть если мы сейчас его по три окна разделим визуально и разложим на части, то потом мы обратно, как лего, его соберем. То есть любое классическое здание раскладывается на совершенно ровные, одинаковые детали. Симметрия. Молодец. Главная особенность эпохи классицизма – гармония и симметрия. Да, это классическое здание начала 19 века. Посмотрите еще на одно здание. Это здание находится прямо совсем рядом с Кремлем. Это здание городской думы. Как вы думаете, какой это период? Какие элементы мы здесь видим? Это тоже улица Кремлевская. На той же стороне, где Александрский пассаж. Это эпоха тоже классицизма, потому что видны и сами колонны. И вот рядом с белыми вещами на стене там тоже узоры с классицизма. А еще? Это как Александрийский пассаж. Это красиво, но удобно, мне кажется. Потому что здесь очень все красиво, аккуратно, симметрично. А посмотрите на первый этаж. Да, здесь присутствует эпоха барокко, не барокко даже, как сказали классицизм. Еще здание также по классицизму можно называть на кубике. Оно тоже симметрично. И появляются какие-то уже как будто бы входы. Как назвать их? В полкруге овалы. А на что это напоминает? О черном это говорит? Восточный стиль. Восточный стиль, совершенно верно. Значит, как вы думаете, какой примерно это период? Это начало века? Нет, это середина. Это середина 19 века, совершенно верно. Какие вы молодцы, вы очень внимательны. Это середина 19 века, но здесь есть одна особенность. Вы знаете, в Казани часто были пожары. И многие здания, они, фасады имеют кирпичные, а перекрытия деревянные. Если загоралось здание в хорошую ветреную погоду, выгорала полностью вся улица. Поэтому иногда начиналось строиться в начале века, но оно сгорало. И поэтому в середине века художник, исходя из середины 19 века, фасад немножко видоизменял. Поэтому в элементы классицизма иногда добавлялся восточный стиль. Это было сделано не специально. Это со временем добавлялось. То, о чем мы с вами говорим сейчас, это центральная часть города, это богатая часть, это здание доходное, это здание административное, это особняки дворянства, особняки буржуазии. Но есть такая часть, как слободы. То есть это та часть Казани, где жили ремесленники. И они жили, конечно, в деревянных зданиях, потому что кирпичную постройку оселить они не могли. Но мы можем с вами... Сейчас, к сожалению, мы уже не увидим. В старой Казани мало что осталось. Но очень интересно, есть место в Казани. Это Шарова гора, это Калуга, это где стоит Шамская больница, Суконная Слобода, станция метро Суконная Слобода. Там остался маленький кусочек улицы XIX века, где между деревянными постройками стоит кирпичная стена, которая выше постройки на полтора метра. Это сделано с точки зрения противопожарной безопасности. Дома стояли вплотную друг к другу. И для того, чтобы искорка не перекинулась, одной искорки было достаточно, чтобы улица сгорела в считанные минуты. Стояли вот такие каменные стены. И когда сносили Казань, старую Казань, было очень обидно, но в то же время это было немножко даже страшно, когда деревянные здания были уже разрушены, и стояли кирпичные перекрытия, которые были толстые, массивные, высокие, и сломать их было сложно. То есть это с точки зрения противопожарной безопасности. Посмотрите еще на одно здание. Это здание находится на территории Старой Татарской Слободы. Это здание, которое наверняка вы видели. Здание на сегодняшний день уникальное. В нем находится музей. Музей нашего земляка, очень известного человека. И посмотрите, пожалуйста, какие стилевые элементы мы видим в этом здании. Элементы и классицизма, и барокко. Это колонны, которые стоят из вида классицизма. И еще наверху очень много узоров. А посмотрите на боковые части здания. Что вы видите? И еще мы видим с боковых сторон на каждом углу стоят башенки. Башенки. А башенки чем заканчиваются? Шпилем, устремленным в небо. Это элемент какого стиля? Мы его видели уже сегодня. В средневековье. Это готика, посмотрите. Вот вам конец 19 века. Мы видим арочные мавританские окна. Мы видим классические колонны. И мы видим готические башни, устремленные в небо. Это дом купца Шамиля. Это дом очень богатого человека, который жил в старой татарской слободе. И по заказу этого человека дом построен очень необычным, богатым и очень красивым. И вот еще один памятник архитектуры, друзья мои, это улица Горького. Это самый конец улицы Горького. Это дом купца Кикина. В конце 19 века два купца поспорили. Купец Шамов и купец Кикин. Кто построит здание самое крутое и самое красивое. И они начали свою стройку. Кикин построил быстрее. Он построил буквально за два года, потому что работали его рабочие ночью при освещении электричеством. Шамов построил намного медленнее. Но Шамов, это уже Шамовская больница. Это уже эпоха модерна. Это уже совсем другая эпоха. Это другая история. А вот дом Кикин у нас с вами завершает эпоху 19 века, эпоху эклектики. Посмотрите на него внимательно. Мы видим с вами элементы готики. Это готика. Посмотрите балконы. Посмотрите, какая крыша. То есть такие шпилеобразные треугольные завершения. Это неровное здание, неплавное здание. Это готика. И этой готики здесь очень много. Но здесь уже просматривается эпоха модерна, потому что здание не прямоугольное в форме своей. Это здание треугольной формы. А это уже здание эпохи модерна 20 века. Но все же здесь как раз таки используется все равно костин. Потому что здесь очень-очень много колонн, я заметила. И здесь все еще используются восточные стили. Я замечаю. Вы заметили совершенно верно. То есть опять-таки... Барокко. На балкончиках очень много разных узоров. Идея этого дома была в чем? Каждый этаж отдельный стиль. То есть такая задача была поставлена владельцем здания, купцом Гикиным перед архитектором. Им хотелось, ему хотелось, чтобы каждый этаж был отдельный и неповторимый. И поэтому в каждом этаже видим элементы отдельного стиля. А вместе получается картинка в стиле эклектики. По-моему, первый этаж, который не самый высокий, который после входа идет, первый этаж. Это у нас эпоха восточного классицизма, как я его называю. Вторая, это уже начинается эпоха барокко. Дальше у нас эпоха барокко. А дальше у нас, точнее, последний этаж, это у нас как раз уже используется готика. Вот девушка совершенно правильно спросила вопрос, а кто же выиграл? Шамов построил больницу, больницу для бедных на свои собственные деньги. Он ее строил дольше, но для города она оказалась нужнее. Этот конкурс был озвучен в газетах. В конце 19-го, начале 20-го века дом Кикина был построен в 5-м году, шамская больница в 6-м году. И все-таки горожане оценили больницу Шамова, потому что Кикин построил доходный дом, он на нем деньги хотел зарабатывать, а Шамов построил больницу для бедных. Поэтому горожане признали, что все-таки в этом споре победил Шамов. Его здание было важнее для города, оно было важнее для людей. Вопрос, почему готика? А потому что эпоха 19-го века, эта эпоха, знаете, какая интересная. Вот у нас с вами сегодня появляются новые вещи, и мы даже не замечаем, что они появляются. Постоянно что-то изобретается. А в 19-м веке жизнь менялась очень медленно. И вдруг в конце 19-го века новинка – электрический трамвай. Вопрос, а как он едет? Раньше трамвай тащили кони, а сейчас как он передвигается? А свет? То есть нажимаешь на кнопочку в одном месте, а лампочка загорается в другом. А телефон? Человек говорит в одну трубку, а его слышат совсем на другом конце города. Но больше всего напугало людей, вы даже не представляете, что. Это предмет, который стоит на улице, и который мы даже не замечаем сегодня. Светофор. Страшное трёхглазое чудовище, которое непонятно как светит, то одним, то другим цветом, непонятно как работает. Страшно? Очень страшно. То есть столько новых необъяснимых вещей появилось в конце 19-го века, и люди поверили в мистику. Они подумали, это волшебство. И это волшебство вернуло опять любовь к готике, потому что готика — это мистика. И в конце хотелось бы сказать несколько слов о том, почему же я эти здания отобрала. Почему я не взяла все здания, которые относятся к 19-му веку. А потому что многие здания, они очень серьёзно пострадали. Они пострадали от времени. Они пострадали от пожара. И ещё они пострадали от такого врага, злого врага. Это природа. У нас с вами от минус 30 до плюс 30. И многие здания просто, к сожалению, не выдерживают такой нагрузки, такого перепада температур. И многие из них начали строиться в 19-м веке, но они уже не сохраняют себе эпоху 19-го века. Они уже стали другими. Они неоднократно перестраивались. И поэтому наша с вами главная задача сегодня — это попытаться сохранить ту красоту, которая у нас осталась. Чтобы мы могли нашу историю изучать не по учебникам, не по картинкам, а просто гуляя по улицам нашего замечательного и красивого города. Отражается солнце, игривая в серебристую волжскую ткань. Посмотрите, какая красивая наша вечная гордость Казань. Спасибо большое, Елена Викторовна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова